Салат из вареной морковки Закупы продуктов, приготовления полуфабрикатов, взаимодействия с учреждениями образования. Есть удовлетворенность ходом реализации этого проекта. Вместе с тем намечаются новые этапы развития. Есть возможности увеличения объемов производства продуктов питания, качественных продуктов питания по приемлемым ценам. Это уже возможности для расширения точек общественного питания, как в сфере образования, так и в сфере бытового обслуживания сервиса в нашем городе. Мы централизованный Закуп продуктов осуществляем в нашей школьной столовой. У нас очень качественное питание, у нас очень калорийное, витаминизированное питание и очень низкая цена при всем при этом. Поэтому мне очень радует то, что мы решили эту проблему, которая была на протяжении многих лет. Школьное питание было очень много жалоб от родителей, от учеников, от предпринимателей, которые пытались зайти на этот рынок и были определенные проблемы. Теперь этих проблем нет. Только одни положительные отзывы. Дети с большим удовольствием питаются в школьных столовых. Могу сказать, что мой ребенок с учетом еще внедрения электронной столовой вот этого проекта, каждый день мама 100 рублей, 300 рублей кладет на карточку, чтобы ребенок кушал. На сегодняшний день, с точки зрения требований Роспотребнадзора, их пищеблоки не соответствуют требованиям. Ну, в частности, это пищеблок шестой школы. Не случайно в этом году это один из объектов, где запланирован проведение капитального ремонта и реконструкция пищеблока. Для того, чтобы была возможность грамотно установить и новое оборудование, которое закуплено в этот пищеблок. Для того, чтобы организовать вот эти поточные линии, чтобы отдельно отделить выход готовой продукции, ну, чистая, скажем так, цеха, от тех цехов, где идет загрузка, где поступает еще необработанная продукция. Аналогичная ситуация по 15-й школе, где пищеблок тоже небольшой, потому что здание строилось в иные времена, с иными совершенно требованиями, санитарным норм. Аналогичная ситуация в 8-й школе. Поэтому в ближайшие годы нам, конечно, предстоит работать еще по реконструкции пищеблоков. Хотя в прошлом году мы провели очень серьезный анализ состояния пищеблоков. И, например, аварийное оборудование в тех образовательных учреждениях, которые не попали в федеральную программу, в часть 17 школ, мы частично заменили.